Поздравляю вас! Спасибо вам! Семь лет назад в Видном переформатировали роддом. Медицинское учреждение приобрело статус перинатального центра. Сегодня здесь оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь жителям Подмосковья, Москвы и даже зарубежья. Стационар на 217 коек, женская консультация и диагностические параклинические отделения. В центре ежегодно на свет появляется более 6 тысяч детей. Только за 2020-й родилось 2,5 тысячи малышей. Из них три тройни. Символично, что свой день рождения перинатальный центр отмечает в День защиты детей. С праздником коллектив поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спасибо вам! Вы и защищаете, и роды принимаете, и спасаете. Хочу слова благодарности в вашем лице сказать всем нашим врачам. Сегодня на передовой находитесь все вы. Слава Богу, у нас с ковидом ситуация стабилизируется, но все равно нужно соблюдать безопасность. Поэтому лучше быть в маске. Главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова показала и рассказала губернатору о достижениях медицинского учреждения, которое два года назад обзавелось еще одним зданием, где разместились отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, а также реанимации и интенсивной терапии. Отделения оснащены оборудованием мирового уровня, что позволяет выхаживать деток, родившихся раньше срока, и малышей с низкой массой тела. Перинатальный центр в Видном. Такое легендарное учреждение. Качественная профессиональная команда медиков работает. Андрей Воробью поприветствовал новоиспеченных мамочек, и лично одной из них вручил подарочный набор «Я родился в Подмосковье», в котором находятся все необходимые вещи на первый год жизни ребенка. Такие наборы при выписке получает каждая мама в Московской области. Хочу поздравить вас с рождением ребенка в нашей любимой, дорогой Московской области. Это такой замечательный день, 1 июня, День защиты детей. Хочу пожелать, чтобы вы радовали нас, родителей, чтобы у вас все в жизни получалось. Мамам здоровья. Вот наш скромный подарок тоже, который вам пригодится. Следующей остановкой Андрея Воробьева в Ленецком городском округе стал микрорайон «Дрожжино», где к открытию готовится новый корпус Бутовской школы номер 2. Учебное учреждение рассчитано на 550 мест. Оно позволит разгрузить основное здание школы. Здесь будут находиться кабинеты дополнительного образования и начальная школа с зоной отдыха и спальными местами. Население растет, и контингент детки приезжает на подмосковье. Должно быть качественное образование. Мы этому уделяем принципиальное значение. Специальные программы для учителей предлагаем для того, чтобы лучшие оставались у нас в Московской области, лучшие учили детей вот в этих просторных стенах всему самому важному. В новом корпусе будет 70 студий, в том числе спортивные, хореографические и актовые залы. С 1 сентября 2020 года мы открываем профильные классы «Десятые». Сейчас изучаем социальный запрос наших девятиклассников. Есть договоренность с институтами, с преподавателями вузов, которые будут вести. И пятые классы различной направленности. На территории Бутовской школы предусмотрен стадион с беговой дорожкой, гимнастическая и комбинированные игровые площадки для подвижных игр. Всего в этом году на территории Подмосковья свои двери откроют 33 новых учебных заведения. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ.